Липа, ты вызвал скорую? Да, вызвал. Здесь ножевое. Давай сок сюда, срочно. Все, принято. В Серове ночью, под покровом густой уральской тьмы и стенами круглосуточной забегаловки «Креветка», что на улице Некрасова, 30, бойцы Росгвардии по горячим следам, под видеозапись, раскрыли зловещее злодеяние, подпадающее как минимум под 111 статью УК, тяжкий вред здоровью или даже под 105-ю через 30-ю УК покушение на убийство. Вруно. Давай прям скорую, срочно. Вегомы, вегом скорую вызывайте. А коты-то что, не можешь вызвать, что ли? Я что, я 0,3 вызываю, и ничего не могу. 9,03 вызывается. На бок, ложись. На бок, ляг. На бок, на бок. Кто? Сколько было человек-то? Он ушел. Один был? Да. Роль потерпевшего, получившего несколько колотых ран в корпус, исполнил крупный мужчина в черных шортах. Другой одежды на жертве нападения не наблюдалось. А по ночам, особенно на северах опорного региона, уже далеко не май месяц. При ближайшем рассмотрении на месте преступления отыскался свидетель, который выпивал в кафехе вместе с подрезанным корешем, который худо-бедно описал резчика как ман ин блэка. Мы вместе сидели, пили. С ним тоже был? Да, я потом ушел. А кто такой-то был-то? Я не знаю. Человек он. Ну, так а в чем одет-то? В черном одежде вы себе одеты. Просто в черном и все, костюм спортивный или что? Да, я что, в черном ее везу, что ли? Так, более того, через несколько минут росгвардейцы выяснили, что и резчик-то был в этой же компании. То есть в Круглише местные дядьки соображали на троих, а один из них, некто Александр, был ранее судим за убийство. По ходу попойки он не сошелся во мнении с полуголым собутыльником, они вышли на улицу, и уголовник, уже сидевший по 105-й статье УК, нанес оппоненту несколько ударов ножом. Эту бутылку держал тот парень в черном. Вы оставьте ее, оставьте ее, это печатки. А вы не видели, в чем он хоть одет-то? Во всем черном они его звали Саня. Они вместе пришли. А куда он ушел? Он в ту сторону пошел. Все, поехали, может, проходим сейчас, посмотрим. Уезжайте пока. Либо передай нарядом в дежурную часть молодой человек, Александр зовут, во всем черном одетый, который совершил данное преступление. Ушел в сторону Каляева. Либо ты сказал скорой-то, что ножевое здесь, пусть они быстрее едут, он кровью истекает. Да, сказал, что ножевое, сейчас подъедет к вам и истекает. Все, принял, не испринял, просто кровью не стекает. А к вам как зайти в камеру посмотреть? Сейчас я открыл. А. И только-только росгвардейцы решили посмотреть по видеозаписям, как происходила резня, как вдруг перед ними из кустов нарисовался человек в черном. Вот это удача. Росгвардейец Бряцая, в прямом смысле Бряцая оружием, устремился за предполагаемым резчиком по Димитрова в сторону Каляева. И, естественно, успешно его зашнуровал. Тот был, видимо, вообще в слюняку, потому особо не сопротивлялся. Вот такая вот история. Бухали вместе, а разошлись, как в поле муравьи. Подрезанного типа увезли на карете в Серовскую клинику, где его прооперировали, ну, в общем, жить будет. А его оппонента забрали в отдел. И, скорее всего, как опасного рецидивиста, склонного по пьяни без экивоков резать людей, даже тех, с которыми только что синьку колдырял, отправят в СИЗО. Пока следствие решает, какую конкретно статью УК ему инкриминировать. Покушение на убийство выглядело бы в этой ситуации весьма гармонично.